Всем привет! Сегодня будет максимально честный обзор отеля в городе Шерман-Шейх, который называется Пальмира или Пальмура, его все по-разному называют. Ну что, поехали! И начнем мы обзор отеля с горки, с которой мы сейчас съезжаем с моим парнем. И, конечно же, с бассейна. Тут есть один бассейн с подогревом и другие бассейны холодные. Кстати, вода в бассейне очень чистая, что нам очень понравилось. Мы видели, как его убирают каждое утро. Вот такой вот номер нас заселили. Сначала нас хотели поселить на третий этаж, но мы сказали, что нам нужен первый, потому что мы будем делать обзор. И нас переселили на первый. У нас очень прикольный вид с окна. Да, вид с окна очень хороший. И с третьего этажа нам тоже предложили хороший, кстати, с первого раза, что удивительно. Обычно приходишь, предлагают где-то с видом на стройку. Да-да-да. Но тут, может быть, таких нет видов, а может быть, есть просто они... Ну, кстати, если вас даже поселят третий этаж, к примеру, с видом не на этот, не на основной бассейн, то с другой стороны тоже будет вид на бассейн. Да. Потому что тут с двух сторон бассейн. Это очень прикольно. Но мы не знаем, как в других корпусах, как минимум в этом все достаточно неплохо. Покажи санузел, это очень интересная часть. Да, давайте начнем с санузла, потому что для многих это важно. Я бы так сказала, что раковина здесь немножко подуставшая. Вот если приблизить, видите, вот такие вот есть подтеки. Зеркало тоже немного подуставшее. Вот. Видно, собственно говоря, недостатки на лицо. Полотенце... Какой вид у полотенец? Ну, нормальные. Именно, которыми вытираться здесь, в душе, они белые, красивые, нормальные. А эти нет, полотенца. Что? Подушки. Нет, нет, нет. Вот посмотри приблизительно. Тут, это я уже поотдирал. Тут вот очень пыльно. Я не знаю. И на подушках были какие-то желтые такие, как катышки непонятные. Я не знаю, от чего они могли остаться. Но, короче, я их просто поубирала, и все. На подушке и постельная, в принципе, пахнет свежим. Поэтому вероятнее, что на нем до меня люди, которые спали, уже были смыты в стиральной машине, надеюсь. А ну, сейчас я попробую. Да, подушки тут, кстати, ну, именно в моем номере непосредственно очень твердые, а я люблю мягкие подушки. Да я вижу, что она такая, блин, дубовая. А, вот, глянь, пятна. Видишь? Ага, да. Такая, как будто бы она с поезда стылена. Ну, да, есть такое дело. Но мы в поездах ездили, поэтому нам не привыкать. Что еще тут есть? Тут есть советский телевизор вот такой. Мы еще не пробовали, работает он или нет. Но, в принципе, он нам не нужен, мы не будем пробовать. Это вот такие вот лампы. Сейчас покажу. Да, давай закончим на подушках с тобой. Смотри, я раскопала волосины. Телевизор? Волосина, пятна, желтые. У кого-то текло ухо, но я... Фу, Влад. Ну, это я так, преувеличиваю, неизвестно. Может, просто на нее написали, как бы. Что-то же, думайте, что лучше. И мне на ней спать. Наверное, я подложу себе сегодня куртку. Вообще, отель такой. Мы сюда прилетели чисто для того, чтобы, во-первых, снять для вас обзор. Это честно, если серьезно. Вы можете оценить Юлян канал. У нее много подписчиков. И нам есть смысл просто для вас снимать. И плюс еще у меня есть другие обзоры на другие отели. На Панорама, на Манам, Ваш. Да, и также мы сотрудничаем с турагентствами некоторыми. Но мы всегда говорим правду, так как оно есть. Поэтому можете смотреть другие отели. У нас тоже есть на Юле нам канале обзоры. Мы сюда прилетели для того, чтобы отдохнуть просто недельку чисто. Потому что здесь очень выгодно. Все включено. Но насколько оно действительно все включено, Юля вам покажет обязательно. И чтобы позавтракать, мы заплатили 10 долларов по 5 с человека. Потому что мы прилетели сюда в 6 утра. А только в 8 часов утра нам сказали, что можно взять вот такие браслетики по 5 долларов с человека. А иначе пришлось выждать до 12, чтобы получить браслет. И до 2 часов дня, чтобы получить номер. Ну и тем более мы любим жить на первом этаже. Так, чтобы выйти и уже сразу там была травка, бассейн, пофоткаться, посидеть. А что еще тут есть? Пепельница, столик я вижу. Столик, кстати, в нормальном состоянии. Стулья обычные с кафешки с какой-то. С пизженых. Что еще тут есть? Мини-бар. Мини-бар. Давай откроем холодильник, посмотрим, какой тут холодильник. Естественно, по эллипидским стандартам там пусто, да? Ну, кстати, холодильник не такой ужасный. Мы смотрели обзор на другой отель. Тоже там 4 звезды. И там был ужасный холодильник. Мы туда не поехали. Не помню название отеля. Но мы хотим вас предупредить, да, что если этот номер вам кажется плюс-минус нормальным, то это не факт, что другие номера такого же уровня будут лучше. Или хотя бы такие, как этот. Потому что... Потому что мы сказали, что мы блогеры. И мне кажется, что они покивали, посовещались и решили нам предоставить более-менее нормальный номер. Вот. Ну, кстати, вот я дырку в стене нашла. Ха-ха. А может, что камера, они за нами наблюдают? Упс. Упс. Так, покажи шкафы. Здесь есть кондиционер, который, наверное, будет. Так, зеркало, зеркало. Кстати, вот это зеркало чистое. Видно, что помыли его. Шкафы. Давай посмотрим, насколько они вместительные. Что тут есть? Тут есть сейф. Он бесплатный. Им можно пользоваться. Вот. Вместительный шкаф. Ну да, типа, положить деньги бесплатно, взять платно. Ладно, шутим, шутим. Вы же знаете, да, прикол, что залезть на верблюда бесплатно, кататься бесплатно, а слезть платно. Будьте внимательны, в Египте очень-очень любят денежку. Да, всегда. И, кстати, когда нам человек отнес чемодан, он сразу спросил, а где мой подарок? Мы сказали, а где наш? Нет, мы ему подарили очень хороший итальянский кофе. Да, который стоит. Я надеюсь, он оценил, блин. Потому что стоит он дороже, чем 1, 2, 3, 4 доллара. Думаю, долларов 6, наверное, больше, да. Да, больше. Больше, наверное. Да, наверное, долларов 10. Короче, надо проверить, работает ли здесь кондиционер, вверху есть полочки, санузел, ты показала? Да, санузел я показала. Давайте посмотрим непосредственно сам унитаз. Он, кстати, плюс-минус нормальный, обычный. Туалетную бумагу положили, молодцы. Девочки, сразу для вас скажу, шампунь и бальзам берите с собой. Тут нет шампуня и бальзама, есть только гель для душа. Вот, поэтому хорошо, что я взяла с собой шампунь и бальзам. Моя голова будет спокойна. Также водичку нам принесли, это хорошо, но всегда везде приносят воду, это неудивительно. Пуфик здесь какой-то стоит. Стул, кстати, стул в нормальном состоянии, не разваливается, все хорошо. Ну, жить можно, я думаю, неделю проживем, все будет хорошо. Но завтраки нам не очень понравились. Да, нам еще полотенце чистое принесли, белое. Смотрите, какое красивое. И товарищ горничный намекнул, что он нас будет убирать каждый день. Поэтому нужно поменять доллары. Поэтому нужно следить, чтобы какашек было поменьше на полотенце, да, если вы хотите доллары. О, Жай, мой. Собака такой. Посмотри, она реально грязная со всех сторон. Не, ну, Зай, ну это ж не пять звезд, ты учти. Это бюджетная артель. Это четыре. Ну, я троечку этому. Ну, это ты. Это я. А, ну, может, мы спросим? Что по поводу еды. Я посмотрела на ютубе, что вы все, ребята, ищите обзоры еды и ресторанов. Никто вам не снял. И вы ждете, поэтому ждите. Сейчас вот будет обзор обеда нашего. Так, ну что, покажу вам немного на служен. Это у нас рис, я так понимаю, картошка, овощи, макароны, подлива какая-то интересная. Дальше рис, тоже овощи. И, я так понимаю, это спаржевая фасоль. Что еще тут есть? Тут есть сыр, но я еще его не пробовала, не знаю, какое. Поэтому он вкусный. Овощи тоже. Вот такие вот зеленые помидоры, морковка, сладости разные. Из фруктов только апельсины. Вот мандарин. На обед тоже были апельсины. Очень много выпечки разной. Итак, главный вопрос дня, что же мы взяли. Это, кстати, мясо, его тоже выдают порционно. Курица и печень. Вкусно, кстати, Влад? Мясо вкусно? Не знаю. Мясо, если сравнивать с вкусной действительно едой, то они постоянно что-то портят. Вот здесь остается то же самое мнение. То есть мясо съедобное, оно чувствуется, что что-то не так. А, ну я попробую, посмотрим как. И так, в принципе, всегда. Мы можем в Египте с едой. Друзья, ну вот, прошло еще минут 20, и я обнаружил еще один нюанс. Это то, что при малейшем движении кровати ставят такие потрясающие музыкальные произведения. Понимаете, да, что здесь... Ночью как бы не поразвлекаться. Так, смотрите, это наш отель Пальмуро или Пальмира. Сразу возле отеля вот такая вот картина напитается. Просто, чтобы вы знали, какая тут местность. Также тут очень часто летают самолеты каждые 15 минут. Я не знаю, я жалуюсь или хвастаюсь, что я любуюсь на самолеты. Ну, я люблю, например, смотреть. Но для кого-то это может быть нюансом, потому что спать будет тяжеловато. Да, громко, они просто так пролетают прям. Очень низко и громко. Так, мне тут сказали, что ночью тут совсем темно и ничего не светится. Видите, немного подсвечиваются пальмы. Вот так вот выглядит отель вечером. Никаких фонариков, гирлянд нет. Вот там, где бассейн, там темно. И тем более, зачем здесь... Ну, чисто для прикола, могли бы, да, какую-то подсветку кинуть. Но просто у них в правилах написано четко, что пользуются бассейном, использовать вот эти вот лежаки. Можно строго до захода солнца. То есть солнце заходит, все, кердык. Так, по поводу источников света в номере вечером. Раз. Достаточно темно. Да, темно. Вот раз, лампа. Два. Третья очень тусклая. И очень яркий источник света, это я. Конечно. Сречу своей харизмой. Я Барянем. Ладно, если серьезно, то, в принципе, иногда хочется больше света. Ну, а так, очень даже приятно. Если вы не блогер, и вам не нужно освещение, то этого вполне хватит, даже чтобы вечером, наверное, почитать. Ну, приятно, рассеянный свет, на самом деле. Ничего не бьется в глаза, все очень продумано. Светильники такие черные, прям. Ну, если вы блогеры, то берите с собой освещение. Мы поленились, не взяли, поэтому снимаем видео только для вас днем. Короче, ребят, наступила ночь. Мы проголодались. Нам стало мало шведского стола, и мы заказали на стойке регистрации шашлык за 10 долларов. Вот что нам принесли. Каждому по три куска вот такой курицы. Очень много лепешек. И в этих коробочках, я так понимаю, салат сказали. Вот, приятного аппетита нам. Вот так бы ездить на шведском столе, тут кормили, цены бы не было. А, ну попробуй, скажи. Но я понимаю, что это отель как бы не класса, люкс. Это обычный отель, поэтому я ничего не... Попробуй как? Ну вкусно, я же попробовала. А, ну всё, у вас будем заказывать ещё. Так, ну что, мы думали, нам не будут тут выкладывать разные штуки, потому что всё-таки отель не 5 звёзд, а 4 звезды. Но, смотрите, мы даже ещё не успели дать на чай и подарить подарок. А нам уже сделали вот такую красоту. Знаешь, кто хочет, кто цена успеет? Подарить подарок или выложить красоту такую? Нет, ты подарить подарок. Наверное, ты не очень сильно хочешь ему. Я очень хочу дарить. Так, давай дарить. Я просто не знаю, кому кофе подарить. У нас одна пачка осталась, ему или чуваку на рецепшене. Так, чувак на рецепшене нас по секрету накормил. Да. За 10 долларов. Ну, мне кажется, всё равно ему это было выгодно. Хотя, может, и нет, потому что цена очень маленькая. Наверное, всё-таки лучше вот это ночью. Потому что он старался и делал вот такую красоту. Кстати, возможно, он сделал это сегодня всем, потому что сегодня день святого Валентина. Вечером, говорят, будет конкурс на лучшую пару. Как вы думаете, кто будет участвовать? Не мы. Потому что там нужно будет, наверное, что-то делать. Очень сложное для нас. Например? Отжиматься. Так, ну что, мы записались сегодня на автобус. Переместились на пляж. Вот так вот пляж выглядит. Вода чистая, прозрачная. Ветра сегодня не было до тех пор, пока я не начала снимать. Есть? Есть. Ура, у нас появился друг. А вот такой вот вид из террасы вечером. Вот такой вот был обзор отеля, друзья. Ставьте лайки под этим видео, если вам понравился обзор. И подписывайтесь на мой канал и на канал моего парня. Он тоже сделал обзор в этом отеле и нашел там очень-очень много денег. Короче, это просто капец. Это нужно посмотреть всем, кто собирается ехать и кто не собирается.